Ке-ке-ке-кенши! Уникальная в своем роде игра. Она сумела вобрать в себя хардкорность, свободу действий, открытый мир и RPG составляющую. И по итогу получилось что-то совершенно новое. Ну ли хорошо забытое старой... Неважно. Представьте, если бы Minecraft, Sims, Mountain Blade и Oblivion смешали в одну единственную игру. И вот вы выбираете предысторию, персонажа и появляетесь в дырявых штанах с палкой на поясе в огромном мире. Чё ты хуйня, блядь? С первых минут игра дает понять, что здесь вам не курорт в стиле Скайрима, в котором ваш главный герой оказывается в центре событий. В Кенши вашего персонажа даже главным считать не будут, не говоря уже о каких-либо событиях. Вокруг вас не крутится сюжет. Вы самый обычный очередной житель мира Кенши. По важности вы ничем не отличаетесь от любого встречаемого NPC, потому что каждый из них это уникальный персонаж, имеющий имя, навыки, экипировку и индивидуальность. К тому же, все NPC основаны на одном и том же коде, что и ваш персонаж, потому и имеют одинаковые с вами возможности. Так что в начале своего путешествия вы будете огребать от каждого встречного бомжа, и где-то с шансом 1 к 3 вы умрёте, не успев отойти от начальной локации. Ладно, обо всём по порядку. Постапокалиптический мир Кенши очень суров и неприветлив. Никто вам ничем не обязан. Никого не волнует, выживете вы или умрёте. Угадайте, что случится, если вы будете голодать, не имея возможности купить еду, и украдёте кусок хлеба со стола. Вас выгонят. Вас арестуют. Отберут еду. Вам дадут пизды. Правильно. Вас изобьют до смерти и выбросят на улицу, и всем на вас будет тупо поебать. Но вместе с ультра-насильственной сложностью игры, вы получите практически неограниченные возможности развития персонажа. В Кенше есть 14 предысторий, отвечающих за начало и стиль игры. К примеру, вы можете начать игру как оборванец, каким-то образом сумевший украсть легендарный меч, чем вы сильно разозлили две главные фракции, и теперь вам нельзя появляться на большей части территорий. Иначе вас пожизненно упекут в тюрьму. Ещё и меч к тому же отберут. Или можете начать как раб, строящий огромную статую лорда Феникса в карьере Святого Возрождения. Жизнь будет не сахар, и в ближайшем будущем вам предстоит сбежать из лагеря, по желанию освободим несколько братьев по рабству. Ну а пока придётся работать весь день на жаре, голодать и получать дубинкой по роже. После выбора предыстории, нужно выбрать персонажа. На данный момент в игре доступно 4 расы, 2 из которых имеют подрасы. Люди – самая скучная раса, но зато они имеют недостатков, чего не скажешь о чернокожей подрасе. Мда. Шеки. Мутанты-убийцы, уважающие только силу и сражение. Отличный вариант, если вы хотите махаться с каждым встречным. Эти ребята умеют постоять за себя. Улей имеют 3 подкласса, кардинально отличающиеся между собой. Из принца может получиться неплохой вор или арбалетчик. Из солдата – воин, либо же воин. Ну а из рабочего – фермер, инженер, или рабочий. И последняя раса – это скелеты, то есть обычные роботы. По лору игры каждому из них несколько тысяч лет. Они не имеют чувства юмора, для лечения требуют дорогих ремкомплектов и их ненавидит святая нация. Зато они не нуждаются в еде, умирают гораздо реже остальных и хорошо справляются с тяжелым оружием и турелями. В редакторе персонажа есть где разгуляться, так что вы легко сможете слепить копию с каридио ха-ха-ха-ха-ха-сон, либо этого мужика с телефоном. Гениталий, к сожалению, выбрать не получится. Все-таки староватая игра, не успевать за новинками индустрии. Вы появляетесь в мире Кенши и вольны делать все, что хотите. Но с чего начать – совершенно не ясно. Никаких подсказок, указателей или заданий. Никто не будет вести вас за руку. Очень быстро вы поймете, что основная цель – это выжить. Вы можете развивать своих персонажей, зарабатывать деньги, стать воином, грабить караваны, воровать, сражаться за справедливость, охотиться на легендарных существ, исследовать мир, заниматься поисками древних технологий, убить правителя одной из главных фракций, развязать войну, открыть свой магазин, основать собственную деревню или построить город. Вы даже можете попытаться захватить мир, но скорее всего вы умрете через 5-10 минут после начала игры. Так что лучше сохраняйтесь почаще. Начиная игру вы будете скорее всего один, но во время путешествий у вас будет возможность пополнить свой отряд разными рекрутами. Хотя поначалу вам будет непривычно управлять больше, чем одним персонажем, но немного попрактиковавшись, вы сможете стать опасной преступной группировкой, наводящей страх даже на чеченцев. Переключаться между персонажами вы можете в любой момент, даже если они находятся в разных частях мира. Используя Shift, можно дать персонажу команду выполнять определенную задачу. Таким образом можно автоматизировать добычу ресурсов, и вы сможете дальше путешествовать, при этом не отвлекаясь над других персонажей. И думаю очевидно, что построить город без отряда практически невозможно. Сразу скажу, что хоть Кенши считается РПГ, но в традиционном понятии квестов в игре нет. Вы не встретите персонажа с восклицательным знаком над головой, который попросил вас что-нибудь для него сделать. Я хочу пиццы. Игра основана на случайных событиях, которые происходят естественным путем, из-за чего вам не придется искать задания. Они сами будут находить вас. Уникальность игры состоит в первую очередь в полной свободе действий. Огромном открытом мире, состоящем из 870 квадратных километров. Для сравнения, территорий всех этих стран гораздо меньше. Ммм, Украина. Кроме того, что мир огромный, он еще и очень атмосферный. Путешествуя по выжженным пустыням или другой местности, вы сможете прочувствовать всю боль местного населения. Вы будете натыкаться на города, фермы, заброшенные деревни, древние лаборатории и самобытные фортпосты. Население в разных частях мира будет отличаться как расой, так и фракцией. К тому же, большинство из фракций воюют между собой. Например, существует группировка роботов, борющихся против рабства, воюющая с религиозной фракцией, которая поддерживает и распространяет роботорговлю. И много чего еще. По сути, это настоящий мир, в котором существуют свои конфликты и союзы. И вы можете определенным образом повлиять на мировой баланс, помогая одной из фракций. Ценность персонажа определяют 4 характеристики. Сила, крепость, ловкость и восприятие. И целый набор навыков, отвечающих за исполнение определенных задач. Например, взлом отвечает за умение открывать замки, двери, сейфы, наручники и клетки. Прокачать навык можно просто выполняя действия, за которые, собственно, и отвечает навык. Чем больше вы будете отпирать замков, тем выше будет уровень навыка. Чем чаще будете красть вещи, тем выше будет уровень воровства. И тому подобное. И, наконец-то, одна из выдающихся особенностей игры, это боевая система. Уникальность состоит в отсутствии системы хитпоинтов, олицетворяющей единственный показатель жизненной силы персонажа. В Кенш реализована точечная система повреждений, то есть урон будет получать та часть тела, по которой пришелся удар. К примеру, если вам нанесут достаточный урон по руке, то она сломается, и вы не сможете эффективно использовать оружие или работать. А если же по ноге, то не сможете нормально ходить и бегать, а то и вовсе будете вынуждены ползать. Но если удар придется по жизненно важной части тела, например, голове, груди или животе, то персонаж может умереть или впасть в кому до момента полного восстановления. А для этого вам понадобится медицинская помощь и время для отдыха. Также в игре реализована система потери конечностей. После неудачного сражения вы сможете поставить роботизированные протезы на своего персонажа. У каждого протеза есть свои бонусы и штрафы к характеристикам, из-за чего иногда будет выгодно поменять свои мясистые клешни на павочку механических рук или ног. В игре даже есть специальные устройства, отсекающие конечности. Подводя итоги, могу сказать, что игра подойдет определенно не для всех. Старая графика, непривычное управление, отсутствие подсказок и хардкорная реалистичность казуальным игрокам точно не подойдет. Первые несколько часов знакомства с игрой даже любитель хардкора захочет дропнуть игру. Но если все же сможет пересилить себя и вникнуть в игровой процесс, то его будет ожидать десятки часов увлекательного изучения огромного мира, пропитанным болью и страданием. Так что я ставлю Кенши 8 из 10 и рекомендую каждому ознакомиться с игрой.